Доброе утро, Татарстан! То, что утро действительно доброе и день будет у всех добрым, несмотря ни на что, несмотря даже на то, что в Татарстане не очень-то хорошая погода. Но, как написал вчерашний юбиляр известный кинорежиссер Эльдар Рязанов, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Так что, несмотря ни на какую погоду, у всех должно быть прекрасное настроение. Вчера в Кенчуринском театре состоялся гала-концерт, заключительный гала-концерт победителей и гостей фестиваля индийского классического искусства, индийского танца, где были представители из многих регионов Российской Федерации. И вот я с огромным удовольствием представляю гостя, члена жюри этого фестиваля. Итак, первый российский профессиональный танцор классического индийского танца, бакалавр искусств, ученик известной танцовщицы современности из Индии Лилы Санцин, наш гость из Москвы Дмитрий Змеев. Аплодисменты ваши. Здравствуйте. Добрым утром, Татарстан. Послушаем сначала аплодисменты. Вчерашние. Не только вчера, а уже сегодняшние. И завтрашние тоже. Ну что же, Дмитрий, во-первых, доброе утро. Мы рады вас видеть в Татарстане. Действительно, я скажу прямо и откровенно, что в Татарстане очень много поклонников индийского искусства. И сейчас я представляю, что творится у экранов телевизоров. Но немножечко вот несколько слов о своем искусстве. Каким образом вы попали к нам в Татарстан? В Татарстан. Вот я приехал на фестиваль индийского искусства Нати Анджели, который проводился при поддержке индийского посольства в Москве. Пригласила меня Жанна Даниленко, известная тоже здесь танцовщица, учившаяся в Мадрасе. Она тоже частый гость телевидения. Да, вот пригласила она меня в жюри и выступить. Конечно, я ехал когда в Татарстан, ночью было волнительно. Это не первый вообще мой визит как члена жюри, очередной, скажем так. И вот именно в Татарстан, потому что я знаю, что именно в Татарстане очень много любителей индийского искусства, кино. И моя любовь вообще к индийскому искусству пришла через татарскую девочку, скажем так. То есть еще давно-давно, еще в детстве, ее зовут Гуля. Она жила по соседству в Москве, тоже со мной рядом. И вот она занималась как раз индийским кино. И вот что-то она показывала, все время показывала. И вот говорит, вот у тебя будут какие-то картинки там с индийскими артистами? Переноси. Ну, а она мне так, девочка, нравилась. Я все журналы искал, там, где эти артисты. И потом думаю, и мне понравилось в итоге. Дмитрий, я знаю, что вы несколько лет прожили в Индии. Да, я в Индии. Каким образом вы туда попали? Вы знаете, это вообще такая история очень просто, даже где-то мистическая, наверное. Я поехал туда туристом. Просто туристом на три месяца я взял визу. Поехал, ну, конечно, хотел зайти. Не задержали. Да, вот задержался на восемь с лишним лет. Задержался. Как интересно, как это можно так? Вы знаете, попал в нужное время, в нужное время, понимаете. То есть так получилось, что в доме, куда меня привезли жить, к члену парламента Индии. Это тоже случайно получилось. Раджмангл Пандейх, он уже умер, Царство Небесное. Я, конечно, благодарен ему во многом. То есть в день, когда я приехал к нему в дом, он стал министром образования. То есть, а по индийской традиции, если я принес вот в дом счастье, это значит, пришла богиня Лакшми, богиня счастья. И, то есть, мне сделали все. Сделали стипендию, местный вид на жительство. То есть, все-все. То есть, я очень благодарен этой семье. Ну что же, очень приятно, что вы сегодня в нашей программе. Может быть, это самое, мы тоже принесете большее счастье нашей передачи. Ну, а пока что, Дмитрий, давайте посмотрим танец в вашем исполнении. Давайте. Хорошо. Это танец Ганеш Калтум называется «Танец, устраняющий препятствия на жизненном пути». Дай, ты будешь. 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 Ну, слушай, Дмитрий, большое спасибо за танец. Ты знаешь, у меня такая ностальгия была, будто в эти 80-е годы, и я веду передачу любителям индийского кино. Как жалко, что у нас такой передачи не было. Ну, у нас тоже, к сожалению, сейчас нет. Это, ну, вот сейчас вот мне на педжеру еще пришло сообщение, которое я просто должен прочитать. Сегодня день ракетных войск и артиллерии. Пользуясь случаем, хочу поздравить курсантов казанского филиала военно-артиллерийского университета 620-летием создания ракетных войск и артиллерии. Это нам написал Влад. Ну, что же, мы тоже присоединяемся ко всем поздравлениям. Так что, с праздником вас. Ну, а мы продолжим наш разговор с нашим гостем, с Дмитрием Змеевым, с нашим гостем из Москвы. Дмитрий, вот я смотрю, вот эти вот украшения всевозможные, вот это откуда они у тебя и что они обозначают? Ну, так как я учился в Индии в восемь с лишним лет, это украшения, это традиционные южно-индийские украшения для этого стиля. Это все из Индии, или? Да, все-все из Индии. Вот эти, например, украшения, это украшения типа династии Чола, то есть XII век. То есть это была своя история, эти украшения имеют. В этих украшениях только выступает наш стиль. Но что они обозначают? Ничего не означают. Вот если присмотреться, если присмотреться, да, для красоты, присмотреться, тут можно увидеть двух павлинов нарисованных. Причем вот эти вот, да, украшения, то есть это дизайн моей учительницы. Она мне эти украшения сделала к моему первому выступлению. Это Лила Самсон. Лила Самсон, да. То есть она мне привезла их из Мадраса, заказала собственный ее чертеж. То есть для меня они очень дорогие, памятные такие. Лила Самсон, она очень известная? Это самая популярная, самая известная танцовщика современности. Ну с кем вот из российских? Ну, может быть, Уланова, я не знаю, наверное. Хорошо, так ли? Ясно. Есть звонок к нам в студию. Алло. Алло, доброе утро. Доброе утро. Представьтесь. Меня зовут Динара. Так, Динара. Я хотел бы пожелать всем казанцам доброе утро. Очень приятно. Во-первых. И не только казанцам? Да, не только казанцам, татарстанцам также, в частности. И не только татарстанцам? В всей России. Да. Индийскому народу тоже. Ну, может, и в Индии кто-то смотрит. Да, возможно. Просто хотел бы... Да, Динара. Сегодня у меня день рождения, я хотел бы поздравить днем рождения. Еще скорпионов. Сколько нас? Очень много. Я хотел бы поздравить мою мамочку с моим днем рождения. Спасибо. В первую очередь, конечно, маму. И сказать большое спасибо за это. В первую очередь, конечно, маму надо поздравить. Да, и сказать ей большое спасибо за это. Мамочка, тебе большое спасибо. То есть через телевидение, чтобы весь этот вопрос слышал. Есть вопрос? Да, хотел бы задать такой вопрос. В индийских танцах очень много жестов. Что они означают? Да, что они означают жесты? Они означают, конечно. Жесты означают определенный какой-то смысл, прям стихотворение, например. Так же существует, как... Вот это называется мудрое. Эти жесты называются мудрое. То есть есть нритта мудра и апхинай мудра. То есть нритта мудра, это технический танец, он не имеет смысловой нагрузки. Там могут быть всевозможные мудры, но это просто чистый танец. А когда танец идет с пантомимы, называется апхинай, вот тогда уже пользуются теми же мудрыми, но они уже имеют смысловую нагрузку. Например, вот глаза. Ну, в первом конце тоже какие-то движения вы показали? Да, там было показано, чтобы вот бог Ганеш устранил препятствия с пути. Что, ну так, мне неудобно показать одной рукой. У него большой животик. Вот здесь я подержу. Да, у него большой животик, у него в ухе серьга. То есть вот эта мудра изображается с серьга в ухе. Это у него такой длинный нос. Он ездит на мыши, то есть специально такая вангана называется. Да, он ездит на мыши. Он любит очень сладость, индийские сладости любит кушать очень. Фрукты. И фрукты тоже. Тут имеется ладу, такая сласть из гороховой муки. Ну, мы его не пробовали. Я еще, наверное, буду танцевать, наверное, сегодня, да? Ну, чуть попозже. Да, я как раз покажу, я делаю танцы для российских, как раз, зрителей на русском языке. То есть и как раз будет вам понятно все эти мудры. Дмитрий, вы попозже объясните. Объясню, да, попозже. А пока что вот сегодня очень много скорпионов звонят. И вот ты скорпион, я скорпион, всем и скорпионам. Так что я думаю, что следующий музыкальный номер, музыкальный клип, будет посвящен всем, всем скорпионам. Но перед тем, как включить видеокадры, еще один телефонный звонок. Алло. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, меня зовут Лиция. Я из Альмитинска. Очень приятно. Во-первых, мне очень приятно слышать вас голос, он мне знаком еще с детства. Ой, спасибо. А во-вторых, я хочу задать вопрос с Костю. Пожалуйста. Я тоже в свое время смотрела детские фильмы. И в них очень красивые женщины играют. Я вот хотела бы спросить, такие же красивые женщины в Индии? Конечно, женщины в Индии очень красивые. То есть необычайные, это огромные глаза, черные, синие волосы, характер очень мягкий. То есть восточная вот эта южно-азиатская красота. Их характер, да. Характер, да. Но хотя, опять-таки, тоже характер, например, пинжабские женщины, они более такие экспрессивные, например. Южные женщины, наоборот, более мягкие женщины. Это в Индии тоже, вот у них есть разные... Конечно, юг, север, все это отличает языки тоже очень сильно. Вот. И очень было много у меня знакомых, так сказать, и подружек, и очень вспоминательные случаи. Мне, когда я жил в Индии, у меня была проблема с квартирой. То есть негде было жить. Какой-то был момент... Вы умеете в образовании даже? Нет, это когда уже я оттуда уже ушел. То есть через несколько лет. И совершенно незнакомые люди, вот в смысле незнакомые, пришла какая-то новая девочка к нам на занятия. Вот узнала случайно, что у меня проблема. И говорю, пожалуйста, приходи, все, вопросов нету никаких. И жил я очень долго, очень много лет у одной известной, у своей тоже одной одноклассницы, Лакшми. То есть она старше меня, то есть она как мама мне просто. Ну так. И то есть у меня такие теплые вообще воспоминания по поводу как раз индийских женщин, что вот дай бог им всем здоровья. А по поводу кино, как раз хочу сказать, что в кино я тоже снимался в индийском. Такой фильм «Бандхак», «Заложник». Был он в прокате в России? Нет, в прокате нету. Не было, ну может быть, когда-нибудь будет, может быть. То есть я играю там одну из главных ролей. Надо выкупить, да. Вот, интересная история. Одну из главных ролей? Одну из главных ролей, да. То есть у меня было, после меня приглашали еще фильмы сниматься, сразу же приглашали. Но дело в том, что я был на последнем курсе института, а у меня было университета. Мне было важнее закончить свое образование, чтобы получить бакалавр искусства. Диплом и, ну, чтобы стать именно танцором профессиональным. А, ну, думаю, кино еще, может быть, и придет. Кто знает. Кто знает. Ну, что же, мы, что же, все-таки, Дмитрий, давай поздравим всех. Да, всех нас. Скорпионов. И посвятим песням не только суперискоскорпионам, но и всем индийским. А, Дмитрий, ты обещал нам еще один танец. И вот перед тем, как станцуешь, и вот объясни, вот все-таки от жестов есть очень многое зависит. Да, вот как раз этот танец я сделал для российского зрителя. Танец на русском языке. Это не единственный танец. Как это на русском языке? Песни на русском языке. А, на песне. Да, дело в том, что вот эти наши песни, ну, песни, они очень похожи на традиционные, так сказать, индийские песни, по которым мы танцуем. Такие танцы, как падам, аштапади, джавали. То есть сюжет одинаков. Извиняюсь, я прерву его ненадолго, потому что есть телефонные звонки, люди все-таки хотят задать вопрос. Пожалуйста, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из-за немецкого звания, Индира мне зовут. Индира, ой, индийское имя. Я бы хотела задать вопрос гостю. Пожалуйста, Индира. Дмитрий. Да. Вы, как, знаю, как вы в Индии были 8 с лишним лет. Да. И если вот это, помните какой-нибудь слово на индийском, скажите. Ну, там, наверное, не индийский язык. Да, ну, там языков много, ну, скажем, индийский. Я жил очень много в Индии, знаю не только ни один язык, а несколько языков. Наверное, можно научить совершенствовать. Да, если бы я прожил в Татарстане, я бы тоже заговорил бы прекрасно на татарском языке. А что я бы учил на татарском языке? Конечно, естественно. Киряк Мей я знаю, Ахмат, Кельманда. Потом мы сегодня с Димой приехали сюда, мы зашли в магазин, я был в таком виде, я говорю, смотри, сейчас мы... А что это вы в магазине делали с утра? А мы покупали вам шампанского к дню рождения. Выдал. Да, да. Надо было это на индийском языке сказать. Нет, я сказал, что мельня, киряк, шампанское. То есть, ну, и люди удивились тоже. Ясно. А ты уже вот в этом виде, что ли, был? Да, уже так, думаю. Ну, и как это так состояние воспринималось? Прекрасно, совершенно. Прекрасно, да? А сейчас всё-таки я танцую. Да, ну вот, и я специально делаю танцы на русском языке, ну, не только на русском языке, вот, в следующий раз, возможно, я приеду сюда уже, мы подготовим с Жанной, с Даниленко программу, дуэт. И я хочу сделать танец на татарском языке, то есть... А-ла-берсе. Ну, а-ла-берсе, а-ла-берсе, да, сделаем, возможно, иншалла, говорят у нас в морду, иншалла. Иншалла, 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 вот, так что будем надеяться, что сделаю танец тоже на татарском языке и будет понятно татарским. Вообще, я такой человек, мне... А пока что русский, сейчас посмотрим. Давайте. Ага, прошу включить фонограмму. Провожала я дружка Милого далека Говорил он мне слова И вздыхал глубоко Говорил он мне слова И вздыхал глубоко Я сидела на хребечке И глядел на хребет И глядел на хребет Билося мое сердечко Не вернется он назад И встанилося сердечко Не вернется он назад Стойка ясная подошла Стала в мире запели Откуда мой друг ушел Глаза не глядели А куда мой друг ушел Глаза не глядели Я сидела на крыльце Капы среди ночи Все промокло платице Вымохли ботиночки Все промокло платице Вымохли ботиночки Параба жалая дружка Милого далека Говорил он мне слова И вздыхал глубоко Говорил он мне слова И вздыхал глубоко Браво, браво Спасибо, очень такие неожиданные Спасибо, вот уже на русском языке Более понятно Вот эти все жесты Да, вот для этой специальной темы Но перед тем, как продолжить Наша программа Еще один телефонный звонок Послушаем Алло Алло Доброе утро Доброе утро Доброе утро Представь, пожалуйста Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Дмитрий Здрасте Я посмотрела Знаете, вот такой вопрос Я была вчера на конфликте Но я смотрела Все вот это Разрелище Потом я была Посмотрела Еще сама Вот я кустам Я была Дениса Хариша Кагани Это вам Причем сказать Мне так вот Очень жаль Я не узнала Что у вас В городе Вы проводите Такой конкурс И я хотела Вот такого вопроса Сказать еще Да Дмитрий Можно вам Попасть на обучение Я знаю Что вы там Знаете Селегу Саразан А чем Да Как я уже поняла Да А можно Попасть вам На обучение Ну все Вопросы понятен Да Конечно Можно попасть на обучение Я преподаю в Москве Обратитесь В Индийский культурный центр Когда приедете Скажете Что вот вы хотите Учиться У Дмитрия Змеева И там Через Казань Как это можно Через Казань Да Это вот Жанна Даниленко Обращайтесь к ней Она знает все мои координаты Телефон Все Она вам все скажет Вопросов Как говорится нет Пожалуйста Приезжайте Через Жанну Даниленко Пожалуйста Спасибо Дмитрий Спасибо за звонок Ну а мы Дорогие друзья Если можно покажите меня Пожалуйста Спасибо Ну что ж Дорогие друзья Мы Я уже не могу сказать Что продолжаем Мы уже завершаем Нашу программу И вот Дмитрий Обычно Вот я всем Вот несколько Вот такие цитаты Предлагаю послушать И вот Соглашаются Или не соглашаются Наши гости Это их дело Ну вот Бернард Шоу Когда ты сказал Танцы Это перпендикулярное Выражение Горизонтальных желаний Горизонтальных Перпендикулярное выражение Горизонтальных желаний Да Это очень сложно Я подумаю И в следующий раз Приду Обязательно Скажу свое И жестами Это скажете И вот еще Цицерон Вот я с ним Конечно не согласен Ни один здравомыслящий Человек Не будет танцевать Почему Цицерон Ну не знаю Может он был сам Не очень здравомыслящим Просто Поэтому так и написал Да Так и написал А вот Средние Я хочу сказать Что именно танец Именно наш стиль Баратнати Он развивает оба полушария Как и правая Так и левая Так что Цицерон был неправ Танцуйте Танцуйте И танцуйте Ну что ж Дмитрий Огромное спасибо Что вы сегодня Были у нас в гостях И дайте бог Чтобы почаще Мы вас видели И не только вас Но вообще Вот побольше Вот таких гостей У нас В передаче И тогда будет все хорошо Я хочу сказать Всем спасибо Всем привет Я хотел сказать Какой-то привет Но уже не успел Всем привет Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок